Евгений Маргулис 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 А добрый? Очень. Если ми, это третья, но не му точно, ми, соль, ля, ну ля это уже из шансона, я как-то так не могу сразу стремительно. А ре? Это революционный, наверное, вот революционером вы себя ощущали когда-нибудь? Да нет. Никогда? Нет, даже ощущая себе мою конфессию, я не ощущал себя революционером, да нет, что-то мне, естественно, не нравилось как нормальному человеку, но так, чтобы подорвать карету с царем, такого у меня не было. Ну вот раньше музыканты воспринимались, скажем так, те, которые позиционировались как рок-музыканты, как некие все-таки бунтари. Сейчас вот этот вот бунтарский дух, он существует где-нибудь в рэпе у кого-нибудь или музыка просто стала быть семеноким. Ты знаешь, что нет, а на самом-то деле, конечно же, все молодые бунтари, это понятно. А к старости, конечно, когда все обрастают семьями, детьми и прочим, и прочим, они становятся такими относительно добропорядочными буржуа. А так, конечно, все-все молодые бунтари, они не смотрят телевизор, они черпают знания из интернета, в общем, все нормально. То есть, бойцы остались. На какие-то ноты еще не хватили из ваших заготовок? Ну, я думала, что Евгений Шулимович вспомнит сам какие-нибудь свои характеристики. Ну, я бы добавила милый, но не дурак точно, милый, наверное, да, мы уже проходили. Диезы, бемоли, ну, нафиг, в общем, давайте мы… А в вашей жизни чего больше, диезов или бемоли? Смотря с какой стороны посмотреть, это вчера, находясь в гостях, я говорил, код подъезда, ребята, которые должны были приехать, и вместо решетки сказал диез, потому что я не знаю слова решетка, и так как они были молоды относительно, они не въехали, и вот я сам не въехал. То есть, поколение такое, поколение педигрипал и next. Нет, ну, давайте ограничимся трезвучим, до, ми, что там еще? Соль. Да. В общем, клевый. Вот вы такой действительно милый, добрый, клевый, как кажется многим, а я прочитала, что некоторые журналисты вас боятся и говорят, что нужно запастись сигаретами и валерьянкой перед общением с вами. Нет, да нет, нет, это все не так, я просто не люблю давать интервью идиотам, а в основном, вот Женя. Такой идиот. Нет, нет, Женька не даст ей соврать, в основном, скажем, люди журналистской профессии, которые были раньше, они все-таки были чему-то обучены, а сейчас тот, кто перед что научился писать запятые, уже считает себя журналистом, и в основном одни и те же вопросы, это надоедает, и поэтому мне неохота с ними общаться. А вот какие-то из стандартных вопросов, которые чаще всего задают Евгению Маргулису, можно на вскидку? Ну, Жек, ну это же старая-старая история. Ну, понятно, ну вот, тем не менее. Это четыре вопроса, четыре вопроса и четыре, я уже об этом много раз говорил, ваши творческие планы, если ты в другом городе бывали у нас раньше, третий, пробовали вы наше пиво, а четвертый завершающий, приезжайте к нам зимой, если происходит лето, а если приезжайте к нам зимой, приезжайте к нам летом, у нас вот так. Ну, а были когда-нибудь вопросы, которые удивили, вот какой-нибудь вопрос запомнился, кто-то что-то спросил, неожиданное? Нет, неожиданное я помню какое-то местечковое радио, допустим. Я не буду называть город, и хороший вопрос, вот вы скоро умрёте. И ещё я начал веселиться страшно, естественно, ничего не ответил на этот вопрос. Не, иногда, конечно, вышибает детское непосредственно и совпадобное. А так, да нет, вот тебе аж пришёл. А когда на гастролях, допустим, приезжаем куда-то, тот же самый контингент журналистки или у нас всё-таки какое-то есть своё лицо у журналистов отечественных. Ты знаешь, что те, кто в материале, скажем, мы берём большие города, где существуют рок-клубы, то, конечно же, оттуда посыльные приходят всё-таки с хорошим бэкграундом. То есть, они знают, кто ты, знают, чем ты занимаешься. А в основном, знаешь, как редакция какой-нибудь газётка, в город приехал интересный человек. И дальше берутся одни и те же какие-то вещи из интернета, делается подборка дежурных вопросов и начинаются беседы. Хитрый Стас Намин, я уже тоже об этом говорил, приезжая на гастроли с группой «Цветы», всегда делал два листочка вопроса и ответа. И раздавал журналистам. И договаривался, значит, ты берёшь этот, ты берёшь этот. И получалось такой замечательный совершенно тетрис. Статьи выходили неплохие и недежурные. А вот вы говорите, что музыкальная журналистика умерла. Нет, я говорю, что не музыкальная журналистика умерла, а журналистика умерла в целом. Потому что в основном всё-таки неумёхи какие-то. А вот что сделать, чтобы возродить? Ну, как Ленин говорил, учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. А бы кто? Ну, я опять же говорю, что когда появилась эпоха интернета и возможность выдернуть любую информацию, скажем, музыкальную, я буду брать музыкальный ряд, то можно найти любую школу музыкальную, музыкальные уроки, то есть можно найти великого музыканта, который показывает, как он играет. Можно списаться там по интернету, послать ему свой файл, он там наиграет что-то своё. У нас же такого не было. У нас был магнитофон обычно, который тянул скорости, поэтому мы снимали бог знает как, бог знает в каких позициях. Я рассказывал историю моего приятеля, который снимал Led Zeppelin и Deep Purple, играл в страшно неудобных тональностях. Он говорит, как они играют, они, наверное, гении. А потом оказалось, что у него магнитофон просто тянул. И когда он услышал это всё, знаешь, в оригинальном виде, он страшно расстроился и начал заниматься других вещами. А вы ведь сами давали уроки, я на YouTube видела несколько ваших уроков, это вас кто-то попросил? Я не уроки давал, я просто показывал, как играются некоторые песни. Да, меня попросил приятель, говорят, ну покажи, потому что приходит масса вопросов, как это всё делается. Люди тоже снимают вот в таких, а ты играешь как-то просто и красиво. Ну, я и записал. А кто вас научил играть на гитаре? Вы же учились на скрипке играть в детстве, а потом говорили, что вообще забросили музыку. Нет, скрипка – это отдельная история. Я не стал скрипачем благодаря бабушке. За что я большое спасибо. Научился я играть благодаря соседу, Серёге Попову, Серёге Фомину, соседу по личной клетке, у которого была гитара себе струнная, и он был, конечно же, огромным мастером исполнения блатых песен, то есть именно вот этих трёх аккордов, которые он мне и показал. И благодаря этим трём аккордам я начал осваивать гитару. Это была хорошая фраза, когда ля минор у меня куда-то сместился и прозвучал совершенно другой аккорд. Он говорит, слушай, а существуют же ещё эти… Этого нам не надо. Сказал он. И говорят, вот есть три аккорда, вот эта маленькая звёздочка, большая звёздочка, переходи, коленчатый вал, и всё. А вот учиться, да, для того, чтобы стать журналистом надо учиться, учиться, учиться. А для того, чтобы стать музыкантом, вот существует два разных взгляда на эту божественную профессию, потому что я считаю, что музыка – это абсолютно божественная, и вы все, которые причастны к этому божественному, тоже вот как бы сакральные фигуры. Вот один тенец Александра Борисовича Градского, который говорит, что главное – профессионализм, что вот надо, как у кого это, у Молотова была каменная жопа, или у кого-то вот из сталинских советов, вот если у тебя каменная жопа, то ты можешь высидеть и научиться вот всему музыке. А есть подход такой вот, который говорит, что вот есть такие вот, приходит Витя Цой такой, который как с точки зрения Александра Борисовича Градского, и не музыкант вовсе, он уходит, и его помнят, потому что там есть то, что называется хорошим русским словом месседж. Всё-таки в музыке важнее профессионализм или вот этот посыл, какое-то послание. Ты знаешь, что изначально, изначально, дано или не дано. Вот. Вот. Если не дано, как бы ты не высиживай, ты всё равно будешь 18-й скрипкой в симфоническом оркестре, который играет в парк. А если дано, то профессионализм придёт, потому что для того, чтобы выказать всю дурь, которая в тебе сидит, если тебе дано, то, конечно, нужно учиться играть. Нужно учиться играть, понимать музыку. Поэтому я считаю, что всё, конечно же, от Бога. Хорошо. Ну, вот тот же Александр Борисович Градский утверждает, что кино… Вино и домино. Да, вот сюда, что это кино, вино и домино, что кино были непрофессионалами, комментарии. Ну, ты понимаешь, я тоже об этом говорил, что для меня существует только два типа музыки. Хорошая и плохая. И под виды, цепляет, не цепляет. Вот, пожалуй, и всё. Кино цепляло. Витька гений. За счёт чего? Ты знаешь, ну, тут, наверное, какая-то гармония, что ли, чёрт её знает. И слова, и музыка, и как-то всё это здорово сплеталось и цепляло тебя, потому что на том фоне, когда он появился, ну, что у нас там было? Ласковый май. Ну, не ласковый май, послушай, ласковый май он появился… Это конец 80-х. Конец 80-х, а до этого уже была магическая музыка рок, как говорят наши друзья-журналисты. Она была всегда музыка протеста, либо песня о чём-то потустороннем, знаешь. А он был какой-то другой, то есть, ты знаешь, пел человеческие слова, то есть, которые цепляли. Потому что я думал всегда, что вот, ну, почему никто не поёт, скажем, о повседневной какой-то жизни, потому что в повседневной жизни есть масса моментов, которые волнуют всех. А тут на меня спустилось знамение, чёрнокрылый ангел клюнул мне в мозг, мама родная. Вот для меня, знаешь, показатель всего этого ужаса – название группы «Рогатые трупоеды», я ничего не могу с собой поделать. Хорошо, вот с гением разобрались. А Айзеншпиц, допустим, гений был? Вот роль вообще продюсера и насколько она значима? Ты знаешь, что он просто попал в нужное время и в нужное место. Не было бы Айзеншпица, нашёлся бы кто-то другой, потому что, скажем, то же самое кино, как и Битлсер, штучный товар, и на них, на всех всегда находился Брайан Эпстайн. Поэтому, ну, не был бы Айзеншпиц, был бы кто-то другой. И всё равно так или иначе, так или иначе, с исчезновением продюсера группа не умирает, великая группа. А в жизни и карьере Евгения Маргулиса были продюсеры? Как таковых, нет. То есть, в основном администраторы. И знаешь, что по-английски называется «Roady», «Road Manager». Потому что у нас нет института продюсерства. Ну, то есть, какие-то есть зачатки, но такого, что вот то, что называется продюсер, то, что называется, допустим, я не знаю, Брайан Эпстайн, то, что называется, там ещё кто-то, вот кто-то, Майкл Кемин. Ну, вот такие вот великие, такого у нас нет. Мы поздно встали с колен. Давайте вернёмся к земному. А вы смотрите чемпионат Европы по футболу? Ну, скорее всего, да, чем нет. Посматриваю. Только за наших болеете или вообще так? Ну, не, ну, когда как? Когда есть возможность ничего не делать, и ты пришёл и включил телевизор, а там идёт футбол, ты, конечно, смотришь. А верите, что в этом чемпионате у нас что-нибудь получится? Ну, честно говоря, я так глубоко не думал. Вот, не знаю. Не, ну, во всяком случае, они сыграли в ничью, молодцы. Когда им забили гол, я выключил телевизор. Да? Ага. Как-то стало... Чтобы не расстраиваться. Пессимистичный расстрой. Нет, ну, не то, что пессимистичный, но как-то вот обидно. А сами вы близки к спорту? Занимались когда-нибудь чем-нибудь? Ну, хотя бы просто физкультурой? Не только вот, чтобы шаги их смотреть, считать. Ой, ой, ой. Занимался. Я занимался борьбой. Ну, жрать-то в меньшей. Я занимался борьбой недолго, а в футбол мы всегда играли. Но благо место, где я жил, позволяло себе это делать. Мы жили напротив ЦСКА. Вот и всегда-всегда там играли. А вот мне Спиваков рассказывал недавно, с ним общался. Я тоже в эфире. Что он стал заниматься боксом именно для того, чтобы давать отпор. Потому что их, там, еврейских мальчиков со скрипочками, когда они возвращались после школы, всегда, значит, вот это вот урла унижало. И он пошёл в бокс просто для того, чтобы… Башмир такой же, да. В роже может дать с превеликим. А борьбой с чего вдруг и когда? В классе, наверное, четвёртым. Не знаю, брат заставил. Потому что ему было одному скучно ходить в секцию борьбы на «Динамо». И он сказал, ты давай-ка пойдём со мной. Мы занимались вольной борьбой, там, какой-то самбо недолго. Не, он-то умейка. Ему всё это нравилось, а мне не очень. Потому что скрипка и всё остальное было интереснее. Хорошо. Не, но мы не жили, мы не жили, наверное, на краю света. У нас были хулиганы, но хулиганы какие-то достаточно достойные. Вот вы говорите, скрипка была интереснее. И сами же говорили, что бабушка выкинула скрипку, и слава богу. Не, ну я просто сделал такой маленький образ, что меня интересовало другое, неже чем… Ну, то есть, не очень вас интересовала скрипка. А вообще, вас музыкальная школа… Нет, мне не очень интересовала спорт, на самом деле. Музыка мне нравилась больше, хотя… То есть, если выбирать между спортом и скрипкой, всё-таки скрипка бы выиграла. Ну, конечно, не, ну я же не стал лететь спортсменом, к счастью. А родители вас в музыкальную школу отправили, или вы сами хотели? Нет, скорее всего, родители, потому что у меня рано в детстве обнаружился какой-то музыкальный слух. А моя двоюродная сестра, она преподаватель музыки. Вот, и она моим указала на то, что у меня есть что-то такое культурное. Поэтому меня сначала отдали на виланчель. Но с виланчелю не получилось, потому что невозможно было её где-то купить. Но это всё-таки начало 60-х. Вот, и поэтому скрипочка. И с этой скрипочкой я жил у бабушки, а бабушка не любила музыку. Вот оттуда скрипка полетела в окно. А вам нравилось играть? Ну, хоть немножко. Или вы просто ещё не почувствовали вкус? Ну, не знаю, не знаю. Во всяком случае, мне больше нравился эффект от скрижетания по струнам, который бабушка вводила с терпением. Она у меня была терпевая, но стоила, и всё, и всё. А в медицинский институт тоже родители посоветовали? Нет, ну, тут другой мне нравилась медицина. У вас вообще были способности? Опять же, ну, как, ну, я покойников не боялся, ну, и всё такое. Ну, и учились, наверное, в школе хорошо, да, биология? В школе я неплохо учился. В школе я учился неплохо, ну, просто нравилось, и всё. А как ваши родители отреагировали на то, что вы бросили университет? Отреагировали, ну, как отреагировали? Сказали, дурак, и всё. Ну, то есть, они лояльно относились к ним? Лояльно. Ну, ладно, относительно лояльно, да. Да нет, на самом-то деле, конечно, опять же, возвращаясь к событиям прошлого века, в первую очередь, конечно, нужно было высшее образование. Это понятно. Потому что ты можешь стать кем угодно, а потом быть хоть дворником, хоть музыкантом. Но сначала получи высшее образование. Ну, мне в этом смысле страшно повезло, то, что я начал заниматься профессиональной музыкой. И у меня была возможность перескочить из одной ипостаси в другую. Вы вообще везучий человек, да, получается? Вот судя по вашей биографии, что у вас всё время даже в какие-то тяжёлые моменты, я вот читала, что когда с музыкой у вас, когда вам запретили играть, да, вы в этот момент, в промежуток между своей музыкальной карьерой познакомились с будущей женой. Ну, это да. Это да. Не, но на самом-то деле, на самом-то деле, я ироничен к тому, что я делаю, с большой иронией. Ну, и я не запариваюсь над тем, над чем мне надо запариваться. А это распространено вообще в среде музыкантов, с которыми приходится общаться, вот такое ироничное отношение к собственному продукту? Или есть среди товарищей те, у которых… Нет, ну, упертые, конечно, если ты их всех прекрасно знаешь. А те, кто чувствуют себя нормально, их тоже видно. Их мало. А вот для квартирников, люди подбираются прежде всего, потому что они близки по духу, или потому что видно и понятно, что с ними можно сделать в музыкальном плане? Ты знаешь, нет, тут, во-первых, в первую очередь я должен к ним хорошо относиться. То есть, это свой человек. Свой, да. Вот они должны мне нравиться. Хотя, больше половины были команд, которые я не знал толком, мы нигде не пересекались. И они меня поразили, насколько они кайфовы. Знаешь, скажем, взять группу «Князь», скажем, «Король и Шут», для меня, ну, «Король и Шут», ну, что-то пили, что-то играли, не мое. А тут пригласили князя, и у меня на квартире выдал нечто такое, о чем я офигел. И я понял, что я не все знаю, оказывается, в этой жизни, и надо посмотреть иногда в другую сторону. То же самое Макс Покровский, который выложился там на все 100%. То есть, и зритель был ошарашен, когда я это все увидел. Но собирается, опять же, подготовленная публика. То есть, это мои друзья, друзья друзей, друзья музыкантов, друзья съемочной группы, ну, и пара каких-нибудь наблюдателей от канала. У вас очень много молодежи среди зрителей. Даже вот ваш концерт. Я думаю, что у вас поклонники были более возрастные, а там просто одна молодежь, они все подпевают. То есть, у вас, ну, вообще с молодежью, получается, складываются очень хорошие отношения. Вы и приглашаете на квартирники молодых исполнителей, и, ну, так, отзываетесь о них очень хорошо. То есть, вы в душе молодой? Ну, судя по всему, наверное, да. Я же себя со стороны не вижу. Да нет, но, во всяком случае, я говорю, что команда должна быть интересной. То есть, интересная она должна нравиться в первую очередь мне. Но с молодыми вам интересно, да? С молодыми интересными была бы моя воля, конечно, снимал бы один молодняк. Потому что достойные команды есть. Но, опять же, я все равно поставлен в рамки канала, небольшого канала, которому нужен рейтинг. Ну, я думаю, можем называть канал. Да, это канал Че, да. И все равно есть какая-то фокус-группа, которая состоит из прыщавых юнцов, которые ни хрена не знают, по большому счету. Вот называют, что там Алексей Романов. Ну, понятно, да? Понятно. То есть, ПТУшники, чистой воды. Мне приходится вставать на свои кривые копытца и орать, что это мое, и все, и буду снимать. Нет, идите на фиг. А вас не пытались переманить на какой-нибудь другой канал, более крупный? Да нет, потому что музыка, по большому счету, нафиг никому не нужна в телевизоре. Ну, почему? Ну, смотрят же ваши квартирники. Вот Аксю, ты сейчас вздрогнул, услышал. Нет, послушай, Аксю, у них свой формат. Нет, ну, у проекта «Голос» доля 50. То есть, смотрят миллионы людей, поэтому сказать, что музыка неинтересная. Это проект «Голос». А у меня живее вот то, что можно тебе потрогать, вот то, что можно ребят потрогать, щелкнуть по микрофону. Знаешь, вот то, что называется обнаженный артист. Без этого пафоса, бескрашенной морды, мы же там не наводим себе грима никакого, не одеваем костюмы в павлине, в перьях. Понимаешь? И тут живяк. Они сидят на полу, пьют у меня вискарии, радуются жизни. А вообще, когда начинался этот проект, вот были амбиции, что из этого вырастет что-то, какая-то телевизионная история или нет, или это для души просто делать. Это вообще ваша личная идея была? Ну, это моя личная идея, да, потому что ностальгия такая. Вариант ностальгии. Но и на самом деле, потому что подобных программ нигде нет. То есть, если есть какая-то программа живого выступления, это обычно замкнутое пространство без народа, ведущий, который особо не в материале. Звукооператоры, там операторы, которым что концерт снимает, что похороны каком-то там начальнике. То есть, пофигу. Они такие ремесленники. А тут у меня компания-то боевая. То есть, они умеют и звук я пишу на многоканалку, и артисты, если хотят сводить сами, они сводят. То есть, все дело рук человеческих. То есть, у меня по-настоящему. Если артист говно, то, естественно, народ не реагирует на него. А тут у меня прям вот рок-н-ролл и рок-н-ролл. И мы играем концерт без склеек. То есть, мы начали и закончили. Но все равно уже потом вырезается, что ли? Не, ну это понятно, потому что формат программы чистого звука 46 минут. Все остальное. Ну, ты же телевизионный юноша, ты знаешь, как это снимается. Так бы, если бы был свой какой-то ютубный канал, я бы, конечно, ввавил туда полную версию. Потому что там есть такие истории, которые... А ни один телевизор не имеет. А в чем сложность завести свой ютубный канал? Это же делается в несколько кликов, тем более, что... Послушай, я не владелец канала. А, то есть, там права? Ну, права, там еще что-то. Ну, можно, в принципе, как-то делать. Но, во всяком случае, я столкнулся с тем, что люди за границей не могут смотреть то, что мы снимаем. То есть, залезаешь там откуда-то, где-то за границей в компьютер, посмотреть, там вышла твоя программа. И там написано, что нет правды просмотра в вашей стране. Почему? Вот. В интернете смотрят очень много, и очень много народу интересуется. И как бы... А то, что пиплометры низкие, ну, они, наверное, раздали эти пиплометры бабкам каким-то. Но я всегда говорю, что не будет у нас 50-процентного попадания, как у голоса. Давайте довольствуемся тем, что у нас есть. Кому надо, тот смотрит. А вот была упомянута аудитория. Насколько важна вообще реакция живой публики присутствующей? То есть, условно говоря, может кто-нибудь так испортить настроение, что это отразится на качестве выступления? Ну, конечно, нет. Что для этого надо сделать? Да нет, но обрати внимание, скажем, какие-то концерты. Я не беру вот нашу мастерскую, где все это проходит. Я беру просто какой-нибудь концерт, приходит публика неподготовленная, и нафиг ты ей не нужен. И звук у тебя поганый, и морда у тебя не та, и несешь ты какую-то чушь. И он не реагирует. И пришел, потому что ты модный. Ну, такой же бывает, естественно, полный облом. А тут все друг друга знают, все подпевают, и всем нравится просто сама атмосфера, забытая атмосфера вот именно такого концерта, как это было в детстве. И слава богу, что играют негромко. Вы второй сезон уже начали снимать? Нет, мы отсняли дикое количество передач, и там, я думаю, на третий сезон хватит. Ну, во всяком случае, сейчас у меня через несколько дней будет Макар, причем двух ипостасях, это с джазом, и мы с ним вдвоем что-то поиграем из нашего старинного, и совместного. Борька Гребенщиков должен прийти. Саня Розенбаум, это весьма интересно, потому что мы знакомы очень много лет, и Сашка-то был... Кстати, тоже медик. Да, Сашка был таким боевым рокером. Я попробую заставить вспомнить что-то и старого, и былого. Ну, он прекрасный музыкант, и, в принципе, есть что показать. Вот именно показать, не так, как он стоит на программе «Разгуляй», или на программе того же самого, не будем упоминать фамилию к вечеру. А тут же дело, ты играешь и играй. Покажи, что ты артист. А нравится то, что в джазе делает Андрей Вадимович? Вот эти джазовые истории. Это джаз вообще? Ну, это я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое, и, в принципе, меня это никогда не интересовало, потому что, если мне хочется послушать джаз, то посмотри себе Фрэнка Синатрова, и буду слушать джаз. Я хочу посмотреть, что из себя представляет джазовая диссинуация, джазовая трансформация Андрея Вадимовича. Посмотреть насколько. Потому что, ну, мне кажется, что песня на русском языке в какой-то джазовой аранжировке, это примерно как песня Высоцкого с оркестром «Мелодия». Вот такой, знаешь, что-то отдает Кабаку. Ну, где-то так. Ну, было это, да. Вот я хочу посмотреть, потому что, опять же, я не думаю, что он будет играть какую-то там зарубежную классику. Вот он, наверное, будет исполнять какие-то песни, либо написанные для этого проекта, либо то, что мы там играли раньше. Ну, интересно посмотреть. Но подкалывать не буду. Вот я посмотрю просто на реакцию народа. Потому что, скажем, вторую часть, я знаю, что она пройдет на ура. Ну, и нам есть о чем поговорить, конечно, и что вспомнить, да. А на квартирнике Вы сами приглашаете гостей? Или Вам дают какие-то рекомендации? Вы, наверное, пропустили то, что я сказал. Значит, кто приходит, да. Нет, ну, помимо того, что Вы говорите, что своих приглашаете друзей. Нет, ну, естественно, естественно. Может быть, там от канала есть? Может такое случиться? То есть, я имею в виду, что бывает, что неплохо бы позвать тех-то, тех-то или того-то, того-то. Да нет, ну, конечно, завода послушай. Ко мне приходят разного рода люди, которым это просто интересно. Интересно посмотреть, опять же, вот этот концерт именно в том виде, который… Не, не посмотреть, а вот именно выступить. Поучаствовать. Поучаствовать, да. Не в качестве зрителя, а в качестве… Ну, не, ну, поучаствовать, опять же, выбирая все, и я все отслушиваю. Ну, как я понял с этим вопросом, намекают, что неплохо бы попробовать ту команду, эту команду. Нет, послушай, я уже сказал про фокус-группу, потому что в основном предложения исходят от меня. Они говорят, нет, наверное, вот это не пойдет потому, что мы не знаем, а это пойдет потому, что мы знаем. Вот, в основном это, конечно, все от меня. А вы можете так категорически сказать, что вот нет, нет и все, вот этого 100% не будет? Ну, конечно, я сказал про романов, про романов, еще там было пара ребят. То есть, пришлось продавливать, да? Ну, конечно, да. То есть, мы договорились там, допустим, 15 страшно известных, а 5 не очень известных. Для удовольствия. Нет, не для удовольствия, чтобы их показать, потому что это действительно классная-классная группа. И я хочу вам сказать, что для меня большое откровение, что существуют команды, типа, как Луна, как Князь, Animal Jazz, которые собирают огромные залы, огромные залы, а не в телевизоре, не в других каких-то масс-медиа, они не светятся. А вот почему не светятся? Ты знаешь, плевать они на это все хотели. Вот такое ощущение. Ну, мне кажется, сейчас ведь рыночный расклад. То есть, если продюсер, мы сейчас говорим про телевизионный продюсер, видит перспективу, он же может позвать того или иного участника, если он нравится, он ему или нет. Это понятно. В первую очередь должна быть песенка, которая, знаешь, как группа, допустим, Айова, у них там вышла, улыбайся, да? И они шарахнули, и все, они стали страшно знаменитыми, и у них тоже пошел и продюсерство, и все такое прочее. Должна быть песня, должен быть все-таки какой-то музыкальный ряд и потенциал. Они клевые. Я их наблюдал на концерте. Я бы их позвал. Я бы позвал еще группу «Фрукты», потому что они умотные, у них есть свои какие-то песенки. Да, а вот я не понимаю, вот этот феномен, я не понимаю. А ты же видел какие-то? Начальников. Сергей Лазарев. Ну, нет. Да, вот я тоже не понимаю. Вы Евровидение не смотрели? Нет. Вообще, это полиция? Да нет, ну послушай, все-таки канал, он же позиционируется на определенную аудиторию. Как? Ну, нет, ну это Евровидение, это все-таки оно. Нет, я говорю про наш канал. А, про квартирники, про чем? Ну, как, ну, я лично, в принципе, я готов, конечно, трибуну предоставлять любому оратору, но, ну, не нравится мне этот оратор, я ничего не могу с собой поделать. Вот, и что он может петь? Ну, это профессионал? Нет, он профессионален, он неплохо поет, у них в свое время был какой-то такой достаточно задорный дуэт, но мне это неинтересно. И та часть населения, которая действительно нас смотрит, вот они не будут это смотреть никогда. То есть, я тебе хочу сказать, что для меня было откровение, когда там часть народа подняла вой, когда я пригласил Леоню Агутина. Леонид прекрасный музыкант, которого я знаю вообще с детства, с его пеленок. Каким опытом, вот здесь чуть-чуть поподробнее? Ну, как, ну, послушай. С родителями? Ну, конечно, ансамбль «Поющие сердца». Папа был директором, да, и басист Витька Харакинзян привез мне первый заграничный бас. Осветитель «Поющих сердец» Сашка Забаровский был в том самом коллективе в 70-е годы, о котором мы сегодня не говорим. Да, ну и мы как-то пересекались, конечно, конечно, я знал всю эту молодую порцию. Вот, Ленькин концерт был фантастический. Но я не могу сказать, что это была такая зверская акустика, потому что они на сцене не разместились. Вот, они взяли маленький усеченный состав, 9 человек, их вообще 14. Но было очень клево, был очень клево, он отличный артист, а народ не въехал. То есть, ты у нас, знаешь, вот, дураков тоже много. Вот это я понимаю, это вот то, что превзошло ожидания. А были такие гости, на которых вот был расчет, что это прям будет взрыв? Ну, было там на четверочку, скажем так. Очень дипломатично. Не-не-не, все отличники. Все отличники, потому что, но некоторые команды, которые толком акустику не играют, они специально готовили программу. Это и кайф. Некоторые, которые сказали, что Жек, ну извини, ну не можем, вот какие есть, такие есть. Ума Турман, потом рекорд оркестра, уматные совершенно. Ребята из Владимира, которые Лада, Седан, Баклажан, уматные. Они играли громче всех. Но страшно задорно. Вот есть, знаешь, вот в ней какой-то кайф именно вот живого концерта. Вот шарахнешь им какую-то шутку, они типа парируют. Ну, кайф. Мне пока еще нравится. А как вы относитесь к конкурсам молодых исполнителей? Ну, вот эти все. Голос, вот голос вы не очень любите, да? Почему нет? Все время ваши высказывания такие? Да нет, голос отличная программа. Но опять же, скажем, если взять аналог голландской передачи, английской, они поют свои песни. А наши поют их песни, и каждый второй поет одно и то же. Там выходит 10 Уитни Хьюстон у нас, 15 Рэй Чарльзов. Начинают петь по-русски, ну, полная чушь. А вы же и сами принимали участие в программе «Артист». Я принимал, да, я и соскочил оттуда. Не понравилось, да? Да нет. А что им не понравилось? Ты знаешь, что, ну, непонятно, что с ними делать дальше. Ну, поет он, как Стиви Вандер. Ну, и что дальше? Куда? В клубе, кавер-бенд. Что с ним делать? То есть, аутентичный должен быть, да, продукт? Ну, да, нет, но он должен выйти. Или сыграть и спеть так, чтобы народ утоптался. Такого же нет. А на голосе, кстати, что-то пелось из «Марголиса», я сейчас припоминаю. Но пелось плохо, да. Пелось плохо. Плохо пелось? Да не понравилось, да? Да нет, ну что-то. Потому что я помню, что из репертуара «Машина времени». Ты первый прокололся. Да, да, ну разве, да. Причем мы сегодня, когда собирались разговаривать о чем-то, Женька первый сказал, что говорит, давай сегодня первый раз в жизни будем говорить о группе, о которой ты говоришь все время. Я сказал, да, конечно. И он прокололся. Боливар не выдержал двоих. Бывает, бывает. Просто вот отношения, я помню, что был про скандал, когда там был исполнен кавер один. А вот отношения вообще, когда исполняют твои вещи, насколько тебе с одной стороны должен быть лестно, а с другой стороны какая-то ревность должна быть? Нет, ревности никакой. Главное, не вреди. Ну а в чем там можно повредить? Да нет, ну послушай. Не попасть-то там никто не может. Скажем, я исполняю свои песни, знаю, что должно быть. А, скажем, человек, который исполняет то же самое, он может исполнить, я не знаю, массу вариантов. Ему что, таблица умножения пропеть ничего не понимаешь, что моя песня. Врубаться надо, какие-то есть нюансы. То есть, мы опять же здесь возвращаемся к тому, что вот разговор, что у нас был про профессионализм versus как бы вот посыл. То есть, мы все-таки приходим, потому что Александр Борисович Градский не прав, говоря о том, что профессионализм это... Ну, Александр Борисович Градский не всегда прав. Потому что он дедушка руку навел, а дедушка иногда забывается. Вот, я, кстати, сегодня приволок записи, которые так толком никто не слышал от моей камеры. Сейчас мы послушаем. То есть, это каверы, которые я делаю по заданию своих друзей. И я сегодня попросил у Димы Ревякина. А он в Москве? Нет. Я для Димки, для его трибюта сделал его песню. Которую? Она называется «Блюз не может обмануть». Я сегодня приволок. Но я спросил у него, естественно, разрешение. Он сказал, конечно, да. Но и всегда, если мне что-то поручают делать из подобного, я всегда показываю автору перед тем, как вывалить его в народ. Поэтому я неохотно обычно пою. Чтобы у нас осталось время на музыку, мы финишируем. И, Светлана, последний. Как вам наш город? У вас ведь завтра концерт, правильно? И вот 11 числа тоже был концерт. Такой небольшой промежуток. Зрители ждет что-то новое завтра. Или как... Ну, то, что... Как обычно, все то же самое. Как обычно, да. Знаете, я, пожалуй, завтра выйду нетрезвым. Ну, посмотрим. Может быть, какую-то фишечку вы заготовили. Завтра я буду играть акустику. А там посмотрим. Ну, я не могу так планировать. Концерт, это вот тоже один из любимейших вопросов. Когда вызванишь какого-нибудь своего, обалдуя. Назад концерт. Придешь, а концерт будет хорошим? Руду хреново знает, каким он будет. Ты же приходишь на меня. Да? Хорошо, приду. Приходите, посмотрите. Ну, а поподробнее мы все-таки. У нас там несколько минут осталось, а завтра же мое приятие. Ну, чтобы так все-таки пропиарить. Я понимаю, что пиарать Маргульсу? Маргульсу не нужно, но рассказать. Не, ну где там? Куда-куда идти? Концерт в джаз-клубе академический. По-моему, начало там 8.30. Это метро Октябрьское. Не Октябрьское поле, а Октябрьское. Стоит здоровый вот этот гостиниц. Там приличный зал. И я хочу сыграть две акустические гитары и в пень, которая называется Кахун. Вот без всяких дудок, без всяких там, хотя нет, дудку возьму с дудкой. Без гармошки. Ну, что-нибудь такое, знаешь, вот совсем. Я начал получать вот кайф от подобных концертов, потому что мы же начали как бы играть, пропагандировать акустику. Такое, знаешь, как еда без холестерина. То есть, в виде холестерина, там компьютеры, усилители. Вот этого не будет. То есть, частяк. Частяк. Вкусного не будет. Ну, здрасте. Я говорю, вредно. Холестерин – это за вкусно. Вредного не будет. Не будет вот этой кнопочки. А какой последний концерт, на который сходилось с удовольствием? Не в качестве человека на сцене, а в качестве зрителя. Что вот можно вспомнить? Что доставило удовольствие? Из таких, что накрыло Джо Писсарелли. Такой джазовый гитарист, фантастический. Где это было, в Москве? Нет, это было за границей. В Москве как-то не получается. Не получается, нет. Получится 18-го числа. Могу сказать, да? Будет Ахмат-фестиваль. И приезжает Пиджей Харви. А вместе с ней приезжает мой приятель Алан Джо Хэннес. Я хочу и Пиджей Харви посмотреть, и сауном потребаться. Но приезжает на полдня, к сожалению. Кому интересно, могут посмотреть в интернете, что это за персонажи. Ахните! А Мьюз? Не люблю. Да вот это прям, мои любимые вообще. Там же, там же драйк, папас. Они здорово играют. Я ненавижу высокие голоса. А, в этом смысле. Вот я, кстати, не любил группу ЕС. Единственные высокие голоса, которые для меня терпимы, это Летт Зеппелин. А всё остальное, вот эти, знаешь, кастратные дела, не моё. Мужик должен петь по-мужски. Мужчина должен носить мужские шляпы. Такое тоже слышал. А вот из кумер, если мы Летт Зеппелин несколько раз упоминали, из каких-то вот наборов, да, был там Диди Папл, Летт Зеппелин, там Гранд Токер, Роу, ну то, что слушали. Ну понятно. Сейчас, ретроспективно, есть понимание, что слабые музыканты некоторые из них были? Или нет? Или вот... Что-то. Да? Ты не цепляйся к словам известного. Вот я про Лозу-то, да, вот Лоза-Лоза меня озадачил просто, и мы здесь обсуждали с Газманией. Они играли офигительно, офигительно играли. Я не знаю, может, Юркины слова изворотили каким-то образом, но, послушай, показатель того, что это слушается до сих пор. Я иногда слушаю битлов, 60-х годов, там вот эти пластинки, я офигеваю от того, как это здорово придумано, какая гармонизация, какая мелодика. Прекрасный музыкант, прекрасный. Диди Папл вообще, они как бы сделали прорыв, благодаря там речи Блэкмору, у нас в России появилось дикое количество хороших гитаристов. Ну, не говоря уже, там, Лед Зеппелин, как играл Джон Боном, барабачик Лед Зеппелин, считается вообще иконой стиля. Так не играет никто, и кого ты не спросишь из великих барабачиков, кто у тебя на первом месте, скажем, Джон Боном. То же самое Линго Стар, который все считают неумейки, он очень прикольный. Сейчас мы послушаем умеек настоящих, мы послушаем музыку великого, не побоюсь этого пить, это Евгения Маргулиса. Какой ужас. Все, уже слово-слово произнесено. А программа провела, что это Крылова. Мы слушаем каверы сегодня. Да, но в исполнении Евгения Маргулиса. С вами был Евгений Додорев и Светлана Крылова. Программа «Мемя Нот». Спасибо. Пока-пока. До свидания. Прямо три секундочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова